Привет, я Олеся Медведева, это новый Ясно Понятно блог на канале Страна Юэй. И для кого из нас не секрет, что в АТО с украинской стороны воевало много всяких иностранцев, самых разных. Один из них это американец Крейг Лэнг. За определенные его поступки его хотят экстрадировать в США, и там ему грозит смертная казнь. На данный момент судьбу экс-атошника из Америки решает Винницкий суд. Мы разобрались в этой истории, теперь рассказываем вам. Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. Итак, кто такой этот Крейг Лэнг? Это бывший американский военный. Он участвовал в боевых действиях в Ираке и в Афганистане. В 2015 году американец приехал в Украину и присоединился к правому сектору, в составе которого более полутора лет воевал в АТО. Когда в Украине был принят закон, согласно которому иностранные граждане, а также лица без гражданства могут проходить службу в ВСУ и иметь статус военнослужащих, Лэнг вместе с бойцами грузинского региона подписали контракт с ВСУ. Несколько месяцев он служил на передовой в районе Светлодарской дуги. Сам же американец рассказал, что прекратил свое участие в войне на Донбассе и теперь живет гражданской жизнью. Преподает английский, нашел девушку в Украине и на данный момент пара ожидает ребенка. В США же Крейга Лэнга подозревают в двойном убийстве. Ему грозит там смертная казнь. Согласно опубликованным материалам уголовного дела, Лэнг вместе с сообщником опубликовали в интернете объявление о продаже нескольких единиц оружия. В апреле 2018 года на это объявление откликнулась пожилая пара. Покупатели договорились с продавцами о встрече, однако, когда пожилые супруги приехали на это место, в маленький городок в штате Флорида, они были застрелены. С собой у них было 3000 долларов. Американское следствие полагает, что убийство было совершено с целью грабежа. По данным ФБР, деньги нужны были подельникам для покупки билетов в Венесуэлу, где они намеревались присоединиться к военным действиям на стороне противников власти. Нет, мне нечего сказать. Имя Лэнга фигурирует не только в этом деле. По данным следствия, во время пребывания в Украине Лэнг общался и с другими американцами, которые хотели попасть на Донбасс и всячески консультировал их. Так, в сентябре ФБР арестовало американского военнослужащего, который собирался уехать в Украину, вступить в батальон АЗОВ, чтобы воевать. Также он распространял экстремистскую информацию и в социальных сетях обсуждал изготовление бомб и, возможно, проведение терактов. Кстати, вместе с Лэнгом тоже. Те особи, которые были задеяны в тех или иных событиях, которые существовали на тот момент, эти особи дают показы, которые полностью его виноват. Лэнг настаивает на то, что он говорит, что эти особи вступили в какие-то угоды и его обумов. Несмотря на тяжесть всех этих обвинений, 8 октября Венецкий суд не удовлетворил ходатайства прокуроров и не арестовал бывшего военного, его отпустили из-под стражи. В следующие 60 дней он должен находиться под круглосуточным домашним арестом. Сам Лэнг отрицает, что совершал преступления, которые ему инкриминируют. Такие ситуации случались и раньше. Хотя бы вспомнить атошника Виталия Маркиева, который убил журналиста в зоне боевых действий. И сейчас он осужден в Италии на 24 года. Помните тогда и Арсен Аваков за него очень сильно вписывался, и Петр Порошенко там даже что-то говорил. Националисты устраивали акции под посольством Италии в Киеве. И к чему это все привело? Да ни к чему. Маркиев как сидел, так и сидит. И те самые акции, которые украинские националисты проводили, по-моему, даже в Италии на суде, суд как раз воспринял как давление на итальянское правосудие. В последнее время все больше и больше вскрывается подобных ситуаций, преступлений, совершенных иностранными даже гражданами на территории Украины, на Донбассе, на Востоке, там, где идут боевые действия. И все думают, что они почему-то останутся безнаказанными. Но кого-то действительно не наказывают, кто-то очень быстро сбежал к себе на родину, а вот некоторых экс-участников боевых действий настигает правосудие. Такие дела, друзья. А на этом у меня все. С вами была я, Алиса Медведева. Ясно, понятно, блог на канале Страна Юэй. Быть мирным человеком, который никого не убивает, ничего не ворует, работает на благо страны и, конечно же, платит налоги намного лучше, чем быть преступником, потому что рано или поздно все равно все понесут наказание. Наверное. Совсем скоро увидимся, друзья. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением в комментариях, а также, конечно же, делитесь этим видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok